Здравствуйте! С вами Дмитрий Книга и новости Ленинского городского округа. Смотрите сегодня в нашем выпуске. В администрации муниципалитета состояло 77-е внеочередное заседание Совета депутатов. В ходе работы конкурсной комиссии были проверены документы всех четырех кандидатов. На семи маршрутах в Ленинском городском округе появились дополнительные автобусы. Мы поставили уже совместно с правительством Московской области именно на маршрутах МОСТРАНСАВТО 19 автобусов. В Видном стартовал уникальный проект «Здоровый школьник». Я считаю, что это исторический момент для Ленинского городского округа, потому что никто ранее такие мероприятия не проводил. В администрации муниципалитета состояло 77-е внеочередное заседание Совета депутатов. На повестке дня стоял один вопрос об избрании главы Ленинского городского округа. На должность главы Ленинского городского округа претендовало несколько кандидатов. Помимо Станислава Катарова, выдвинутого местным отделением партии «Единая Россия», документы в конкурсную комиссию подали Вадим Буров, занимающий должность начальника управления по обеспечению деятельности администрации, Тимур Гаевский, региональный руководитель общественно-патриотического движения, и Сергей Глебов, начальник отдела судебной работы правового управления администрации округа. В ходе работы конкурсной комиссии были проверены документы всех четырех кандидатов. Проверялся порядок оформления документов. Также конкурсная комиссия в ходе работы направляла запросы в органы МВД и в органы ФНС. И на основании указанных запросов уже проводила проверку на достоверность представленными кандидатами сведений. Утром 2 февраля состоялось заседание конкурсной комиссии, на котором до участия в голосовании допустили всех кандидатов. На 77-м в неочередном заседании Совета депутатов из 30 народных избранников присутствовало 24. Таким образом, необходимый кворум был. Путем открытого голосования большинством голосов на должность главы Ленинского городского округа был избран Станислав Катаров. Хотел бы сказать, конечно же, огромные слова благодарности за оказанное доверие. Со многими из вас мы уже практически два месяца работаем, скоро будет два месяца. Я считаю, что мы единая большая команда. И точно у нас получится сделать для наших жителей, для нашего Ленинского городского округа все, что мы с вами можем. И даже немножко больше. Расширенный репортаж, посвященный выборам главы округа, смотрите в наших новостях в понедельник, 5 февраля. На семи маршрутах в Ленинском городском округе появились дополнительные автобусы. Из-за активного жилищного строительства на территории муниципалитета пассажиропоток постоянно увеличивался, и перевозчики с ним едва справлялись, что было предметом постоянного обсуждения в социальных сетях и СМИ. Еще 23 января на встрече с жителями микрорайонов Государевдом и Видный город, временно исполняющий полномочия главы муниципалитета Станислав Катаров рассказал, что провел успешные переговоры с Министерством транспорта о выделении для Ленинского округа 40 дополнительных автобусов большого класса. На маршрутах 367 автобуса, 1201, 1202, еще несколько маршрутов могу перечислить, мы поставили уже совместно с правительством Московской области именно на маршрутах МОСТ-Ансарта 19 автобусов, 19 машин дополнительных уже стоит. Значит, в течение месяца дополнительно нам поставят еще 25, то есть не 40, а 44 машины. Таким образом, благодаря продуктивной совместной работе руководства Ленинского округа и команда губернатора Андрея Воробьева теперь на самых проблемных маршрутах будут ездить новые автобусы. Это маршруты под номерами 1201, 1202, 8, 29, 471, 379 и 367. Важность именно этих перевозок еще и в том, что большинство из них позволяют жителям округа доезжать до станций Бутова и Расторгуева или до метро. В Видном стартовал уникальный проект «Здоровый школьник», в рамках которого учащиеся образовательных учреждений смогут познакомиться с различными видами боевых искусств. Участниками первой тренировки стали ребята из седьмой школы. Вместе с начинающими спортсменами изучить приемы каратэ и джиу-джитсу отправилась наша съемочная группа. Несмотря на окончание уроков, у седьмой школы по-прежнему многолюдно. Мальчишки и девчонки из разных классов собрались на спортивную экскурсию в один из фитнес-клубов города Видное. Желающих побывать на занятиях, профессиональных тренеров по боевым видам искусств оказалось немало – около ста человек. Этот проект «Здоровый школьник», мы первопроходцы, являемся флагманом этого проекта, в рамках которого дети нашей школы с первого по одиннадцатый класс будут посещать два раза в неделю занятия в фитнес-центре. От школы до спортивного центра ребята добрались на двух автобусах, которые предоставил основатель и руководитель клуба единоборств Валентин Ким. Стоит отметить, что и сама идея проекта «Здоровый школьник» принадлежит ему. Я считаю, что это исторический момент для Ленинского городского округа, потому что никто ранее такие мероприятия не проводил. Стараемся прививать детям здоровый образ жизни, скажем так. Девятиклассник Иван Евсеев был рад возможности изучить приемы и броски разных видов борьбы. Раньше я занимался дзюддог, захотелось попробовать в новом направлении что-то и решил заниматься кикбоксингом. Наша школа мне предоставила вот такую вот возможность. На ознакомительных тренировках школьники узнали основные направления видов боевых искусств. К примеру, некоторые из них учат использовать энергию соперника, другие развивают выносливость и нацелены на отработку мощных ударов руками или ногами. Мы делаем уклон влево, встаешь назад, делаем уклон на другой руке, два, а это отлево, еще раз, вправо, раз, влево, влево, раз, от правой руки влево встал, встал просто, теперь от левой, вот ушел вправо. Разные виды единоборств, классический бокс, карате, смешанное единоборство, тайский бокс, то есть и ударную, и борцовскую дисциплину попытаемся включить в тренировочный процесс, ну и, соответственно, общая физическая подготовка для укрепления всех групп мышц, я думаю, что это будет очень полезно. Боевыми видами спорта заинтересовались и девочки. На занятиях они внимательно слушали тренера и выполняли все упражнения. Я просто уже хожу на карате, и я люблю драться, и захотела ходить на бокс. После тренировок многие ребята решили профессионально заниматься. Кто-то карате, боксом, джио-джитсу, другие – кикбоксингом или вольной борьбой. Среди них и третиклассник Егор Якуненко. Интересно. Мы сейчас проходим стойки. Боевая и фронтальная. Интересно. Новые удары. Топеркот. Поймой удар. Проект клуба единоборства «Здоровый школьник» при поддержке администрации округа продолжит свою работу. На тренировках побывают дети из всех образовательных учреждений округа. Следующими на спортивную экскурсию отправятся учащиеся в Винновской гимназии. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Гульнара Балаева. Видное ТВ. Каждая картина – это жемчужина. Так говорит о своей персональной выставке, открывшейся в историко-культурном центре Любовь Титова. Благодаря особой технике, каждая картина напоминает цветом переливы перламутрового камня. Как художнице удается передавать магию красок, узнала Инга Янчук. Еще перед открытием выставки в зале собралось много людей. Кто-то осматривал картины, некоторые обсуждали выставку, но все ждали одного – начало экскурсии от автора экспозиции – Любови Титовой. Когда мне сказали, что будет персональная выставка, и сам человек здесь будет присутствовать, и что она будет рассказывать, я с нетерпением ждала. Сегодня отпросилась пораньше с работы, чтобы прийти и послушать, что скажет человек. Я в восторге. Пришла сегодня посмотреть к открытию, пораньше, чтобы можно было подольше походить. Кое-что мне очень уже сейчас нравится. Я особенно люблю натюрморты, вот там, где самовары, чашки. Это просто сказка. Любовь Титова стала создавать картины акварелью 8 лет назад. Ей нравилось изображать предметы точно и реалистично, но использовать инструмент, который делает все более мягким и плавным. Позже она стала писать в технике по-мокрому, нанося краску на предварительно смоченную бумагу. Два этапа в моих работах. Сначала по-мокрому, а потом детализируются по-сухому. За счет этого получается такая воздушность и четкость в работах. Для нас этот прием акварелия незнаком. Когда на бумагу наносится мокрая ткань и стекло, это что-то такое впервые. Создаётся воздушность такая в картинах. То есть объем, воздушность, все это необыкновенно красиво. Всё берётся из жизни. Я не фантазирую, отмечает автор. Каждая картина – это отражение того, что любовь видела воочию и впоследствии перенесла на бумагу. На выставке представлены более 80 работ – портреты, пейзажи, натюрморты и анималистика. Гости выставки рассказали, какие картины впечатлили их больше всего. В картинах её мне больше нравятся животные. Изображения животных, их эмоции, хотя безумно красивые и пейзажи, и все другие работы тоже. Мне очень понравилась, как изображена архитектура. Вот я просто в восторге. То есть от прорисовки, от Барселоны я под впечатлением очень сильным. Удивительно, что сегодня мы можем это видеть, в эти наши зимние деньки. Сегодня мы получили такую частичку лета, света и такой душевной теплоты. Выставка будет работать до 27 февраля. Приходите за теплотой и мягкостью красок, которые дарят акварельные работы Любови Титовой. Инга Инчук, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Клуб Академия Творчества провёл в Центральной библиотеке мастер-класс для детей. Под руководством преподавателя ребята сделали объёмную фигуру из бумаги в технике папер-крафт. Все подробности в сюжете Юлии Стафёровой. Техника папер-крафт – это прикладное искусство, подразумевает создание объёмной, многогранной фигуры из бумаги. Мастер-класс по этому виду творчества регулярно проводят в Центральной библиотеке в клубе под названием Академия Творчества. Такие занятия особенно полезны детям. Развитие, общение, дети общаются, моторику развивают, искусство развивают в своей голове, смотрят что-то. Мы же не просто делаем, а ещё что-то обсуждаем. Благодаря такой технике, как папер-крафт, можно сделать подарок или красивые элементы декора для украшения помещения. На этом мастер-классе ребята изготовили вазу из разноцветной бумаги. Преподаватель, ведущий библиотекарь Анастасия Терно, учит создавать объёмные фигуры. Преподаватель относится нормально, нежно относится, помогает. Кроме этого, в Центральной библиотеке проводят много занятий по интересам. Мне здесь нравится делать пряники, разукрашивать их, шоколад, картон, из бумаги разные поделки делают. Ещё здесь играют в игры разные. Попробовать создать фигуру в технике папер-крафт может любой желающий от 7 лет. Занятия проводят по четвергам в 15.00. Записаться можно по телефону Центральной библиотеки. Юлия Стафёрова, Сергей Ларин, Гульнара Балаева, Видное ТВ. В рубрике «Афиши» мы расскажем вам о том, как можно провести выходные дни. 3 февраля в субботу на детской площадке около дома 23 по улице Южная в ЖК Бутово-Парк 2 пройдёт игровая программа для детей «Зимние забавы». Приходите всей семьёй. Начало в 10.45. В 12.30 в субботу в библиотеке села Молоково состоится занятие «Деревянная брошь» от арт-мастерской «Скрепка». Мероприятие для любителей создавать поделки своими руками. Стоимость 400 рублей. Также творческий мастер-класс для детей пройдёт в 15.00 3 февраля в библиотеке ЖК Пригород-Лесное по адресу Молодёжный бульвар, дом 10. Стоимость 200 рублей. В воскресенье 4 февраля в 12.00 на трассе «Казачий дозор» в деревне Горки очередной этап гонок на выживание. Приезжайте поболеть за спортсменов. А в библиотеке села Молоково в это же время 4 февраля в 12.00 кулинарный мастер-класс «Пряники ручной работы». Порадуйте себя новыми рецептами. Стоимость 1200 рублей. Проведите выходные интересно и с пользой. На сегодня это все новости. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова